Многие столетия коты живут рядом с человеком, деля его печали и радости. По последним данным на планете живет не менее 600 миллионов домашних пушистых клубочков. Хвостатые символизируют весну и возрождение, а для Казани это еще и неофициальный символ города. Здесь котам даже устанавливают памятники. Один из них, самый знаменитый и популярный, посвящен коту Алабрысу, или как его еще называют, коту казанскому. Кот Алабрыс – настоящая легенда Казани. Он обладает настолько выдающимися характеристиками, что на протяжении сотен лет о нем слагали легенды, рисовали на лубках, поэтому до наших дней дошло его описание. По мнению ученых, казанские коты – исчезнувшая бойцовская порода кошачьих. Вид животные имели внушительный. Круглая голова, широкая морда, крепкая шея, развитый плечевой пояс – не кошка, а натуральный бульдог. Кто такой кот Алабрыс? Ну, мы из Новосибирска приехали, вообще в курсе. Это хранитель Казани, исполнитель желаний. Потом для развода привезли с Сибири и с Астрахани. И вот поэтому их назвали, что кот Казанский, ум Астраханский, а разум Сибирский. Наверное, из-за хитрости, мудрости распределение такое было, как три кита. Знаете, вот есть треугольник, вот есть треугла. Родитель, чада и деды, прадеды. Ну, здесь, наверное, то же самое. История легендарного кота тесно связана со взятием Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. Пока шла осада города, марийские князья решили под покровом ночи сделать подкоп в покое казанского хана, захватить его вместе со всей семьей и выдать русскому царю. Этого помог избежать верный кот по имени Алабрыс. Пока хозяин крепко спал и не подозревал об опасности, верный питомец почувствовал приближение беды и разбудил его. По тайному ходу казанский хан смог покинуть Кремль, выйти к реке Казанки, сесть в лодку и отправиться в Персию. Но, как бы то ни было, Казань была завоевана и вошла в состав российского государства. Позднее выяснилось, что в бывшем ханстве действительно существовала особая порода котов. Местные жители особенно ценили питомцев за их недюжинный ум и качество охотников. У меня дома есть кошка, ее зовут Марго. Я не знаю почему, но она очень любит спать со мной. Но она так громко храпит, что я просто не могу с ней спать. Но я очень люблю кошек. Коты вызывают самые счастливые эмоции, особенно мемы с ними. Когда котик находится со мной рядом, мне становится спокойно и как-то мне нравится гладить, как они мурлыкают. Именно они приносят дом тепло, уют и ласку. И мир четко становится добрее. Многие народы верят в то, что кошки защищают дом от негатива и зла. Поэтому на Руси издавна считалось, что прежде чем войти в новый дом, людям необходимо туда пустить мурлыку. Также поведение животного часто служило предсказанием погоды. Если кот спит, прикрывшись хвостом и спрятав мордочку в лапы, то это к холодам. А если причесывается против шерсти – к дождю. Если кошка ночью громко мяукает, значит непогода продлится несколько дней. Если чихнет трижды – к простуде хозяина или дождю. Еще у славян был обычай – не класть новорожденного в колыбель, пока там не посидит кот. Считалось, что только после освоения кошкой места малыш будет спать спокойно, и ему не приснятся плохие сны. В дальнейшем хотели бы завести кота? Да. Но не сиамского британца. Мейн-куна. После просмотра фильма мастер мой говорит, хочу мейн-куна черного. Наверное, как талисман какой-то. Вообще, в принципе, приятно, когда ты приходишь домой, и тебя кто-то ждет, встречает. Ну, в принципе, что какая-то живность, грубо говоря, есть дома. Если я буду жить один, то я просто не буду успевать за ней ухаживать. Она останется у меня в квартире, и даже не будет времени кормить ее. Поэтому это, наверное, если я буду только с кем-то жить вместе. В разных точках мира кошкам относятся по-своему. В мусульманских странах кошкам относятся с уважением. Пушистиков любят, гладят, кормят и заботятся об их здоровье. Кошки – единственные существа, которым можно без ограничений ходить по мечети. В Японии их также обожают. Им посвящают стихи, создают мультсериалы и дарамы. Именно в Японии придумали кота-кафе. В Австралии же настоящее кошачье перенаселение. Кошек живет столько же, сколько и людей. Поэтому питомцы чувствуют себя хозяевами. Но признание коты получили в некоторых местах не сразу. В Средневековье считалось, что Мурлыка – перевоплотившаяся ведьма. Возможно, поэтому сейчас в Европе кошки лучше всего защищены законом. Чтобы завести питомца, будущим хозяевам нужно доказать, что у них есть хорошее место для проживания и деньги на кормление котенка. Даже как-то помогает справляться со стрессом, который при сессии, допустим, сдачи какой-то. И очень приятно, когда дома тебя кто-то ждет и любит. Если помимо учебы в ВУЗе мы куда-то выбираемся, то обязательно берем его с собой под куртку, он гуляет вместе с нами. Все рекомендации всегда в котиках. Всегда очень умиляюсь. У меня сама есть кошка, ей лет восемь уже. Боня зовут. Я ее купила в приюте. Сэкономила на куртке своей. За 500 рублей вот прикупила. Положительное влияние кошек на здоровье людей доказано даже путем проведения различных медицинских исследований. Сейчас фелинотерапия или кототерапия является одним из методов зоотерапии, основанным на непосредственном биоэнергетическом контакте животного с человеком. Поэтому котики не только создают уют в доме и являются хорошим другом для человека, но и оказывают позитивное воздействие на психическое здоровье, помогают справиться с хронической усталостью, депрессией и снизить уровень стресса. Как же еще можно выразить свое почтение этим милым животным? Все же День кошек – это не просто праздник, придуманный только для того, чтобы поделиться очередным забавным фото со своим питомцем. В первую очередь, это еще один способ привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Ежегодно 1 марта благотворительные организации проводят акции и сбор пожертвований для питомцев, у которых еще нет хозяев. Кошек нужно просто любить и заботиться о них. Большего они и не требуют. Полина Колыхалова, Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Николай Суховский. Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова